Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители Тип-канала Телли Ероподлайн. У меня гостя Мартин Малик, неизвестимый политолог из Австрии. Господин Малик, здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну что же, господин Малик, я надеюсь, что вы сегодня, вы в воскресенье будете уже в нашем таком общем формате. У вас получится быть, правильно я понимаю? В общем таком формате, да. Поэтому мы с вами давайте ограничимся 15-20 минутами и начнем, конечно же, с конференции президента Зеленского, который во время пресс-конференции, ну в частности, заявил о том, что женской мобилизации не будет, но вместе с тем будет усилена мужская мобилизация. Сегодня появилось очень такое интересное интервью господина Умерова, министра обороны Украины, которая появилась в немецкой печати, и тут же срезонировала, но просто было опубликовано во многих средствах масс-информации, что собираются призывать мужчин чуть ли не из Европы их доставлять, чуть ли не из Германии. Это, ну, возмело эффект разорвавшейся бомбы, и Министерство обороны вынуждено было как бы дезавуировать слова министра, чтобы они так поняли и так далее. Ну тут уже, конечно, вопрос, почему делаются такие заявления, которые вызывают несколько трактовок, да, но это уже не первый раз, когда, как бы, Украина претендует на тех мужчин, которые за пределами Украины. Как это восприняла австрийская печать, немецкая печать, вообще все эти перипетии вокруг тех граждан Украины, которые находятся под защитой Европейского Союза и на которых, как бы, претендует украинское государство для пополнения войск? Ну, вот обо всем этом, естественно, нас сообщали в немецкоговорящих СМИ, но пока я не слышал никаких особых положительных или отрицательных или других оценок. Просто сообщали о том факте, что украинское руководство хочет, ну, хоть часть, вот, мужчин, которые бежали от войны ФС, вернуть на родину, ну, и, чтобы, называемые вещи своими винами, присвать их в армию. Сколько вообще мужчин в военнообязанном, так сказать, возрасте? Тут у нас влияют разные цифры. Сегодня было названо такое количество 700 тысяч мужчин, да, которые хоть теоретически подлежат присвивую в армию. Я, честно говоря, сомневаюсь, нет, я практически уверен, что не удастся присвать всех этих мужчин, это практически исключено. Я не знаю, как это делать, то есть конкретными мерами. И мы об этом когда-то уже раньше говорили, насколько я помню, и с тех пор мое мнение не изменилось по поводу того, что просто нет никаких новых фактов. Что я имею в виду? Я только говорил и сейчас скажу, что я себе не могу представить, что власти стран-членов Европейского Союза помогут украинским властам вернуть потенциальных солдат в Украину. Вот я не могу себе этого представить. И тут, скорее всего, нет правовой возможности это делать, или мне об этом ничего не известно. Я не слышал ни о каком договоре между ЕС или хоть отдельными его членами, с одной стороны, и Украину, и с другой, согласно которому надо вернуть Украину мужчин. Господин Малик, смотрите, это же невозможно просто потому, что Украина находится в состоянии войны, а европейские страны не выдают человека, если есть угроза его жизни. То есть здесь это принципиальный момент. То есть даже если человека уличить в каком уголовном деянии, его все равно не выдадут в страну, которая находится в состоянии войны, даже если бы на нем было уголовное правовое нарушение. Вот именно. Кроме того, я уверен, если, допустим, ну, скорее всего, этого и так не будет, но, допустим, теоретически хотели как-то, ну, я не знаю, силу, чуть ли не силу вернуть мужчин в Украину и здесь. То есть, допустим, я совершенно уверен, что подали бы в суд против такого решения и почти наверно как выиграли бы вот этот диск. То есть, насколько я понимаю, можно только обратиться вот к этим людям, то есть украинским гражданам, да, это мужского поля, естественно, и предложить им добровольно вернуться в Украину и принять участие в оборонной родине. Особых других вариантов я, честно говоря, не вижу. Если мы, конечно, хотим оставаться в сфере правового государства, и это все-таки вот какие-то правые механизмы должны действовать, а Украина не Россия. Ну, хорошо, вот это мы знаем как минимум с времен президента Леонида Кочме, но все-таки Украина делает все, что хочет и делает, что ему считается нужным, и даже ее отправляет в армию просто инвалидов или людей уже на одной ноге. Но украинцы не могут и не будут этого делать. Вот поэтому, да, и призвать женщин в армию, ну, вот это я себе точно не очень-то представляю. Или, по крайней мере, не представляю, то действительно, ну, только, но в качестве, так сказать, последнего шага отчаяния, когда уже ничего другого не осталось и когда, я не знаю, когда российские войска взяли Киев в осаду. Но в таком случае это можно себе представить, но этого нет. Этого, как мы все надеемся, и не будет. Я и не вижу никаких признаков, что такое может быть в будущем, в будущем, и поэтому лучше пока не надо призвать женщин. Но этого больше еще есть. Вот я знаю, что большое количество женщин есть в украинской армии. Не, ну, господин Малик, тут же понятно абсолютно задача президента. Президент, я думаю, это о победе Украины. Совершенно правильно. И президент выстраивает, скажем, логику победы так, как видит президент. И тут надо отдать должное, что президент демонстрирует такую неуклонность в понимании цели Украины в победе над российскими оккупантами. А вот вопрос у меня другой. В какой степени Запад сейчас находится вместе с Украиной по одну сторону, с Украиной, в частности, Европейский Союз, который никак не может одобрить помощи Украине. И, по сути, сейчас то, что мы видим, это девальвация гривны, которая происходит на протяжении последней недели. Гривна чуть-чуть ослабла. Неизвестно, что будет дальше. И я думаю, что непосредневающая часть это вызвана тем, что Запад не помог в конце года Украине. Я вообще-то считаю, что есть вещи, которые, ну, в этом контексте, в контексте вашего вопроса, есть вещи более важнее, чем вернуть некоторых мужчин из ЕС в Украину. Вот это, во-первых, экономическая составляющая, да, и, во-вторых, это оружие. Вот эти два фактора, скорее всего, важнее всего и важнее, чем производство еще несколько, я не знаю, тысяч человек в украинскую армию. И вы сказали «сапад». Знаете, я не очень люблю этот термин, потому что этот термин как-то создает впечатление какого-то единого блока, который вот этим каким-то единым фронтом что-то делает или чего-то не делает. На самом деле такого единого западного фронта нет. Его не было. И я боюсь, что его уже не будет. Что я конкретно имею в виду? Опять только в контексте вашего вопроса. Что сказал сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан? Он вообще полностью перенял риторику Путина и сказал, что в Украине нет войны. Там идет операция. Военная операция. Вот это мнение премьер-министра главы правительства, страны-члены Европейского Союза, от которого Украина до высокой степени зависит в отношении денег, в отношении оружия и так далее. Смотрите, господин Малик, смотрите, вот есть такой историк в Украине, Данила Яневский. Это украинский историк, который один из наиболее сильных украинских журналистов. Он доктор исторических наук, профессор. Он был одним из ведущих пятого канала в момент революции. И вот он в интервью, мне кажется, в программе то ли Альфа и Мега, то ли какой-то другой программе, сейчас не припомню. Он сказал о том, что разговоры о НАТО и Европейском Союзе давно необходимо было бы в Украине прекратить. Потому что это отвлекает Украину от совершенно реальных целей. И я даже удивился, что Яневский, патриот Украины, говорит такие вещи, вот откровенно по поводу Европейского Союза и НАТО. А потом я вспомнил позицию, например, президента Алиева, президента Азербайджана, который сегодня открывал стадион в Ханкинди, который недавно заявил Боррелю, что в Европейский Союз Азербайджан не стремится. Но при этом Баку похоже, да вместе и в целом Азербайджан похож на очень современную страну. Может, действительно ключ к успеху, формула успеха государства, она вовсе не заключается в собой вступлении Европейского Союза и НАТО? Как вы считаете? То есть это не универсальная формула счастья для страны? Такой универсальной формы счастья страны вообще нет нигде. И Европейский Союз, и НАТО, естественно, не обеспечивает, не будет вам или нам, или кому-то еще обеспечивать полное счастье. Это нереальные совершенно надежды, видимо. Но хотя с другой стороны понятные надежды большой части населения Украины. У вас война, у вас вторжение, у вас гибнут люди, у вас гигантские материальные шеи. Естественно, надо, так сказать, сопрощать свою надежду на какой-то объект или в данном случае на будущее членство в организациях, которые вроде обещают, может быть, несчастье, но хотят изменение ситуации к лучшему. Но ваш историк, в некоторой степени, сквозь его прав, я должен это сказать. Почему? Потому что это и так ясно, что во время войны Украина никуда не вступит. Ни в Европейский Союз, ни в НАТО. И что на днях вам повышали начало переговоров по вступлению везда, это все прекрасно и хорошо, я это очень приветствую. Но, дорогие коллеги, поймите, что до окончания войны не будет, разумеется, не будет никакого членства. Во-вторых, даже серьезных, так сказать, переговоров не будет. Почему? Во-первых, Европейский Союз по-прежнему боится России. Он может с этим, конечно, спорить, можно сказать неправда, ничего подобного. На самом деле это именно так. Мы боимся России. Что очень плохо, потому что Путин это, естественно, понимает, знает и учитывает. И он хочет пользоваться вот этой слабостью. И во-вторых, ЕС, вам, наверное, как скажет, извините, о чем нам сейчас говорить, я не знаю, о проблемах сельского хозяйства или о проблемах в защите украшающей среды. Это все очень важно. Поймите меня правильно. Но как это, если практически нет возможности прогнозировать, что будет буквально завтра на ваших фронтах? А где будут, какие будут разрушения, в конце концов, от этой войны? Они же сейчас просто страшные. И будет еще больше. Вот об этом надо себе отдавать ясный учет. Вот от этого зависит, естественно, отношение ЕС ко всем вопросам и проблемам восстановления разрушенной инфраструктуры Украины, куда идут совершенно пешеные деньги. Это понятно. И уже сейчас, уже сейчас, чтобы вы это знали, чтобы вы знали, чтобы вы были в курсе дискуссии в странах ЕС, в Австрии в том числе, это не только нас, разумеется. Многие уже сейчас, будто, будто, они делают вид, будто Украина завтра вступит в ЕС. Это, естественно, полная ерунда. Этого не будет. Но они делают вид, будто завтра Украина будет в ЕС. И тогда мы, бедные налогоплательщики, должны платить за восстановление разрушенной Украины. Дорогие коллеги, это все вопрос. Это, я не знаю, может быть, может быть, Украина войдет. Вы знаете, даже если завтра война закончится, даже если завтра закончится, я не могу себе представить, что Украина вступит в ЕС, скажем, раньше, чем через 10 лет. Не, господи, смотрите, вот то, что будет, сложно нам предугадать, потому что никто не думал, что Украина, если мы с вами в 2021 году говорили, мы с вами в 2021 году говорили, вы вряд ли бы мне сказали, что в 2023 году откроются переговоры о формальном вступлении Украины в ЕС, и Украина будет кандидатом на вступление в ЕС. То есть там, безусловно, сложно гадать. Но о чем мы можем говорить? Мы уже можем говорить о каких-то итогах предыдущих 20 лет. И вот чем дальше, тем больше думая о словах ушедшего недавно Киссинджера, который говорил о том, что Украина может быть эффективным мостом для разных абсолютно векторов. Понятно, что после начала российской агрессии, российской оккупации украинских территорий это ушло в небытие. То есть уже на долгие годы Россия будет государственным оккупантом, государственным врагом Украины. Но ретроспективно, ретроспективно, если мы поставим на чашу весов, ну, скажем, условно говоря, некую евромечту и некую рациональную цель Украины, так же, как Азербайджан играет сразу на многих геополитических досках, мне кажется, что у Украины был уникальный шанс стать действительно очень мощным региональным игроком, от которого бы зависело очень многое в этой части мира, учитывая газотраспортную систему, учитывая доступ к двумарям, учитывая перекрестное положение между разными цивилизациями, но Украина действительно могла бы стать, ну, просто, ну, могла бы стать восточноевропейским Сингапуром. Ну, не побоюсь этого слова, разве не так? Как вы считаете? Ну, Сингапуром вряд ли, потому что это, как известно, город-государство. Совершенно в другом географическом регионе. что мы развиваемся. Ну, сколько шителей есть в Сингапуре, по-моему, 5 или 6 миллионов, но в Украине существенно больше, и существенно больше территории, и, что еще важнее, в Сингапуре нет соседа, который хочет этот бедный Сингапур просто уничтожить, как независимое государство и и и и и и и и объявил бы свои территории, да, если это точки Сингапура просто в более выгодном положении. Но теоретически, но, кроме этого, да, теоретически, да, Украина может вот в будущем стать таким мостом, но уже спрашивается мостом куда, в какую сторону, вот с кем Украина может связаться Европу, но не с Россией еще. Вот это тоже исключено почти наверняка, причем на очень длинное время. Украина вряд ли хочет стать мостом между между Европейским Союзом и Россией. По-моему, это не обсуждается. Можно себе представить роль Украины в качестве, я не знаю, плац Тарма, так сказать, в Черноморском бассейне, где она может связывать вот разные страны неба. Вот этого бассейна, ну, там, как известно, там Грузия, там Турция, вот другие, там Бульгария и Румыния, которые уже члены НАТО, там есть определенные варианты, конечно, для Украины, но уж точно не во время войны. Вот все это, понимаете, это все теоретические дискусии, которые, пожалуйста, пусть они биты, они против, они возражают, можно об этом говорить, но все-таки гораздо важнее, что сейчас победа в войне, потому что пица этой победы. Мы сегодня сидим и говорим о статусе моста для Украины, а что, если Украина поиграет, его просто не будет в каждом государстве и таким образом не будет никакого моста под названием Украина. Самое главное это сейчас война и тут, да, к сожалению, Сапад делает существенно меньше, ну, этот условный Сапад делает гораздо меньше, чем он мог быть делать, но Путин надеется и всегда надеялся с самого начала на противоречие вот во всем этом условном Сападе. Господи Мальчик, он, к сожалению, не ошибается. Давайте вот в завершение задам вопроса, Андрей Колесников российский репортер, любимый журналист Путина, задал Путину вопрос, чтобы он себе пожелал, если бы он мог встретиться с собой, вот тем Путиным, который там 47 лет стал президентом, да, то есть там 24 года назад, он сказал, что он бы тому Путину посоветовал меньше доверять западу. Как бы, если мы вспомним ретроспективно исторически, то первый год управления Путина, несмотря на то, что он закручивал гайки внутри страны, все-таки это был политик, который как бы пытался влиться в запад, мы помним его поддержку операции Соединенных Штатов Америки в Афганистане, были еще ряд шагов и стороны Путина, мы помним его даже книгу от первого лица, где он, скажем, видел Россию в том числе в Североатлантическом Алианте, но у него было как бы свое понимание Запада, в котором как бы есть, как бы, в котором все равны, но есть и равнее Россию с ней на Штатов Америки, да, то есть вот как-то так, то есть Путин не мог себе поставить Россию одну из, да, то есть Россию среди западную государственную Россию в Лиге Первых он мог поставить, а так нет. Вот, как вы считаете, не сделали ошибку Запад в какой-то степени, что, ну, не до конца учеба эту политику безопасности в Европе, да, интересы разных игроков, ну, в частности, признав независимость Косово, либо, ну, там, ну, можно много примеров вспомнить, да, вот, ведь после Косово Россия признала независимость Южной Сети и Абхазии в тот же год, собственно, война против Грузии, это была реакция на позицию Запада по поводу Косово, да, это же все было в один год, признание Косово было, ну, как-то нет, это правда. Нет, я с этим не соглашаюсь, почему? с этим не соглашаюсь, это Косово, но война в Косово была в 39-м году, вообще-то до Путина еще, да, и что касается, понимаете, вот все эти сепаратистские, ну, так называемые республики, в некоторых бывших советских республиках появились вообще до Косово, до, до этой войны в Косово, и почему это велась эта война со Косово, потому что сербские власти, кстати, упираясь по-попагандистски на Россию, уже тогда сербские власти просто начинали этнические чистки, они выгнали тут миллион человек из Косово, этнических арбанцев, вот об этом тоже надо говорить, да, и всякие сепаратистские государственные образования появились несколько лет до этого, ну, пожалуйста, ну, помним еще, что тогда в Южной Осетии, вот, в Карабахе вообще, в 88-м году, в 93-м году, это уже три года до развала СССР, потом эта Южная Осетия вышла, объявила в своем выходе из состава Грузии тоже до, до еще развала СССР, потом Абразия, тоже сепаратизм до, до развала СССР, в 92-м году, в 93-м году война, где эта сепаратистская Абразия естественно с помощью российской армии победила вот эту совершенно хаотическую Грузию, что не очень трудно было, потом в 92-м году война в Приднестрове, и где сепаратисты тоже с помощью российской армии победили, все это было до Косово, если российские власти, ну это все из СССР, это просто вранье, это просто, понимаете, они говорят это СМИ и политикам и вообще общественности на Западе, надеясь при этом, что не все эти дела плохо знают, вы знаете, что опять, к сожалению, к сожалению, Кремль прав, я не могу себе представить, что многие западные политики сказали бы Путину, вот это в лицо просто, то есть как кстати, ты все имя говоришь о Косово, если бы несколько лет до Косово и до войны за Косово уже создавали всякие пророссийские государственные образования в некоторых бывших советских республиках и поддерживали их военным путем, политическим путем, экономическим путем, кстати, кстати, если мы уже говорим обо всем этом, я на днях был в Вене в одном так называемом русском магазине, как это у нас называется, там продают не только товары из России, даже может быть не в первую очередь, это вы где были, это вы были возле Швиденпадз, возле Швиденпадз? Нет, нет, я не скажу, как магазин называется, это на юге Вены, но там продают практически толка товары из бывшего СССР, но из других стран Восточной Европы и даже из Турции и кое-что. Вот, что я там видел? Я там видел спирт Тираспольского водочного комбината. Тираспольского имеется в виду? Да, да, вот это там продают, причем это водили легально, и там это на упаковке написано вот из Тирасполя, но не указано Приднестровье, естественно, там указана Молдова. Это очень интересно. То есть, продукция вот сепаратистских вот этих властей продается в ЕС, и они, безусловно, получают приличные деньги за это и финансируют таким образом свой сепаратистский режим. Это, естественно, в первую очередь Россия уже позже, чем 30 лет содержит вот этот режим там в Молдове, но тем не менее, вот это, причем этот спирт спиртом, вот там же было ли есть, я не в курсе, но это металлургический комбинат в этом Приднестровье, и продукция этого комбината тоже долгие годы, может быть, до сих пор, вот тут я не знаю, долгие годы экспортировалась в ЕС и даже в США, пожалуйста. То есть мы это позволяем, мы позволяем вот сепаратистам зарабатывать деньги, что, мягко говоря, тоже достаточно странно. Ну, хорошо. Ладно, это только, это интересно, потому что тут можно видеть последствия вот постсоветских конфликтов даже в магазинах вены. Господин Малик, спасибо вам большое за это интервью. Я вас отпускаю с чистой совестью, как мы говорили, мы успели записать это интервью. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, и господина Малика мы увидим с вами в воскресенье. Господин Малик, точно будете с нами? Будет господин Малик. Я очень сильно надеюсь. Спасибо большое, до новых встреч.